Всем привет, друзья! А у меня сегодня печатные пряники. Они у меня будут постные. Делаю я их первый раз. Говори, постные пряники я делаю не первый раз, конечно же, а вот именно печатные пряники. Я же показывала, что у меня пришли формы. Вот. Я поставила сахар таять. Сделаем жженку. Здесь у меня вода. Как только у меня сахар уже начнет немножко карамелизоваться, я поставлю на нагрев воду, чтобы был кипяток. Все, ждем. Сахар я не перемешиваю. Если что, то буду просто ковшик наклонять. Все, ждем. Сахар у меня начал плавиться. Я зажгу. Газ под водой. Пусть вода тоже нагревается. Он еще не растаял, а уже плавится. Уже почти сженка. Поэтому я вот так его немножко где-то убираю, чтобы он равномерно немножко. А то, видите, что? Сахара много, а тут уже прям жженка получается. Так что вот так его помешиваю. Все. Я выключаю. И очень осторожно ввожу в воду. Видите, что происходит? Здесь нужно быть очень осторожным, потому что можно хорошо обжечься. Поэтому нужно, чтобы вода была горячая, чтобы меньше был перепад температуры. Вот и все. Плита это ничего страшного. Все это отмоется. В горячую смесь я ввожу специи. И соль у меня здесь заодно. Все перемешиваю. Ввожу мед. Мед я уже растопила. До удобства. Аромат стоит уже шикарный. Теперь я из ковшика эту смесь перелью в чашу. Ну вот. Смесь я благополучно перелила. Добавляю чайную соду. Сейчас пойдет реакция. Смесь будет белеть и пушиться, пенится. Теперь я добавляю растительное масло. Перемешиваю. И добавляю часть муки. Муку я смешала в высший сорт и ржаную. Первого сорта у меня нет. Второго сорта тоже нет. Ну, в общем, я решила смешать муку высшего сорта и ржаную муку. Посмотрим, что у меня получится. Смотрите, какой цвет. Цвет дает, во-первых, ржженка, а во-вторых, специи. Сейчас у меня смесь немножко остынет, и я добавлю остальную муку. Моя смесь остыла. И я добавляю оставшуюся муку. Здесь самое главное поймать густоту. Если тесто будет жидкое, значит рисунок расплывется. Если тесто будет густое, значит пряники будут дубовые. Как найти эту золотую середину, я пока не знаю. Все методом, как говорится, проб и ошибок. Я же делаю не по рецепту такому, что вот прям... Я же от него отпрыгнула от рецепта. Я руку смазала растительным маслом, чтобы не прилипало тесто. Потому что тесто все равно липкое. Ну что ж, там и сахар, и мед. А забивать я его не хочу. Вот такое оно у меня. Так оно у меня, как бы сказать, переваливается. Мне кажется, достаточно муки. Ну посмотрим. Такое тесто у меня получилось. Я его убираю в пакет. Убираю на час в холодильник. Но я буду убирать не в холодильник, а вынесу просто в синий. Тесто я переложила в чашу, чтобы мне можно было крышкой накрыть, чтобы оно мне не заветривало. Вот. Еще начать не знаю. Приготовила форму. Откуду ее мукой. Лишнюю муку немного. Стрясу. Так, форма готова. Ну что, приступаем. Ствол немного подпылю мукой. Тесто ароматное. Накрою крышкой его, чтобы оно мне не ветрило. В общем так. Сейчас я отрежу кусочек. Сделаю пряник. Потом пряник выложу из формы, взвешиваю его и буду знать, сколько мне нужно грамм теста для пряника, чтобы распределить, и мне было удобно. не на авось, как я обычно делаю, а вот как-то так решила сегодня, по-умному сделать. уберу форму. Ещё немножко надо припылить, наверное. И распределяю. Нужно. О, я почти угадала. Нужно. Ой. всё хорошо вмять, чтобы пропечаталось хорошо всё. Для надёжности я вот так прокатаю скалкой. Первый пряник. Красавец какой, а! Какой красавец! Просто. Единственное, что радоваться рано, потому что потому что ещё нужно его испечь. Сейчас я его взвешу. 152 грамма он у меня весит. ой, ну какой красивый. И выкладываю его на противень. Выпекать я буду на тех же ковриках, что я выпекаю медовые пряники. Для удобства я сразу развесила все заготовки свои. Теперь только беру и как говорится делаю пряники. Очень удобно. Я думаю, что это ускорит процесс. Не так на бум, а вот так раз и всё. И очень даже удобно. Немножко подкатываю, чтобы было проще размять. Всё. И укладываю форму. Стараюсь, чтобы всё утрамбовалось хорошо. Прохожу скалкой. Краешки вот эти вот чуть-чуть тут вот бывает лишнего. Вот так их вовнутрь сгибаю. Всё. Пряник вылетел. Первый противень у меня готов. Ставлю в духовку. Но, друзья, и они. Первые пряники. Надеюсь, что они пропеклись. Пеклись они у меня 20 минут. Ну, вот они. Красавчики. Рисунок сохранился. Ну, вот мои пряники. Оба противня испеклись. Это вот второй противень. Это первый противень. Всего у меня получилось 8 штук. Я делала 2 замеса. Под видео. Под видео я оставлю описание и в нем укажу один замес. Одну порцию. А здесь у меня 2 порции. Надеюсь, пряники пропеклись. Сейчас я первые пряники. Они, правда, ещё тёплые. Я их сейчас попробую разломить. Вернее, его разломить. Вот. Пряники у меня пропеклись 20 минут при температуре 200 градусов. Пряники готовы. Их можно покрыть сиропом. Но сиропом я покрывать не буду, потому что мне просто этого не нужно. Я хочу разломить пряник и посмотреть, вообще пропеклись они или нет. А то, как говорится, не знаю я. Давайте попробуем. Вот такой пряник. Пропеклись. Они такие мягенькие. Очень ароматные. Сейчас муж попробует. Жалко, что мне нельзя пробовать. Но ничего. Поверю на слово. Надеюсь, что очень вкусно. Но аромат стоит бомбический. А я желаю всем, друзья, всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова